Из-за сложной эпидемиологической ситуации новые ограничительные меры ввели в Подмосковье по распоряжению губернатора Андрея Воробьева. С 28 июня парки Люберец стали работать по новым правилам. Что нельзя, а что можно, выясняли мои коллеги. Волна ограничений добралась и до Люберец. Гулять в парках можно, но развлечения доступны не все. Теперь закрыты лодочные станции и прокатиться по водной глади пока не удастся. Но есть другие занятия. Поиграть в мяч или в бомбинтон – приятные активности и для взрослых, и для детей. Главное – соблюдать социальную дистанцию. Хорошо, что в Люберецких парках для этого много места. Главным нововведением стали личные QR-коды, которые подтверждают вакцинацию или недавно перенесенный COVID-19. Они нужны в кафе и ресторанах. Пройти на аттракцион в парке теперь тоже можно только с заветным значком в смартфоне. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте ваш QR-код. Пожалуйста. Спасибо. Ограничение введено и на аттракцион может войти только посетитель с QR-кодом. На детей до 18 лет такое ограничение не распространяется. Парки работают с соблюдением всех санитарных норм. Сотрудники в масках – все оборудование обрабатывается антисептиком. Мы впервые пришли в парк, увидели, что вход на аттракционы по QR-кодам. Вполне задумались о том, что, возможно, стоит привиться, чтобы получать то, чего сейчас будет не хватать – аттракционы, кафе и прочее. Мы вот так выходим посидеть иногда, когда выходной, с собакой погулять. Так мы, в принципе, на площадке иногда туда, в парк ходим, где спортивные такие, всякие качалки. Покормить птиц в парках тоже никто не запрещает. Пернатые всегда рады гостям. Детские спортивные площадки открыты. Друзья Николая Корлак и Шамиль Ушаков каждый день приходят в парк «Малаховское озеро» для занятий уличной гимнастикой. Приходим, гуляем. Но в большинстве случаев мы приходим на турники, чтобы улучшить форму. С друзьями, у нас человек 5-6, приходим, тут занимаемся, и все, потом уходим домой. Отдохнуть можно только на скамейках. Беседки решено закрыть, чтобы ограничить пикниковые посиделки. Некоторые приходят на «Малаховское озеро» порыбачить. Виктор Лазаренко проводит на водоеме по несколько часов. Говорит, улов небольшой, но главное не результат, а процесс. Самый лучший отдых после шахмата. Похожие развлечения можно найти и в других парках округа. Правда, погода в выходные обещает быть непредсказуемой. Не забудьте взять зонтик.